Уважаемые коллеги, в вашем лице я обращаюсь ко всем представителям российской власти. Кровавые события на Украине являются страшным предостережением для тех, от кого сегодня зависит судьба нашей страны. Государственный переворот, гражданское противостояние, затеневшаяся братоубийственная бойня, уже унесшие жизни тысяч людей на Украине, стали итогом казнократства, коррупции, чудовищного социального расслоения общества, бездарного управления чиновников Украины. Все эти язвы обильно расцветают и на теле России. Только по официальным данным счетной палаты Росфинадзора ежегодно из российского бюджета разворовывается около триллиона рублей. Это не считая тех денег, которые в виде бонусов, премий, фантастических зарплат и откатов идут на строительные шубохранилищ и дворцов современной российской знати. Астрономические суммы хищений и государственные казны и бюджетов госкомпании стали следствием так называемой гуманизации законодательства, которое целенаправленно проводится определенными людьми с момента распада Советского Союза. Первый и самый главный шаг к легализации казнократства был сделан еще в начале 90-х годов, когда пришедшие к власти дельцы первым делом исключили из Уголовного кодекса страны знаменитую в Советском Союзе статью 93, часть 1, предусматривающую очень жесткую ответственность за хищение государственной собственности. Также была удалена статья 92, которая предусматривала ответственность за хищение путем злоупотребления служебным положением. То есть сейчас у нас в Уголовном кодексе вообще нет статьи, которая бы прямо предусматривала ответственность за казнократство. При этом во всем мире эта ответственность только ужесточается. Посмотрите на Соединенные Штаты Америки или Китай. Там казнократам дают пожизненные или расстреливают после максимально короткого разбирательства. Несмотря на всю антикоррупционную риторику, Госдума до сих пор не ратифицировала 20-ю стайню Конвенции ООН о противодействии коррупции. Эта статья требует признать в качестве уголовно наказуемого деяния незаконное обогащение публичного должностного лица, превышающего законные доходы, которые оно не может разумным образом обосновать. Как горько шутят следователи и полицейские, следующий шаг российских законодателей в области борьбы с коррупцией – это присуждение высших государственных наград за мошенничество и казнократство. За украденный миллион – орден почета, а за миллиард можно и орден за заслуги перед Отечеством. А вообще, хватит стесняться, пора в статуты российских орденов официально внести пункт за выдающиеся заслуги в разворовывании России. До сих пор не понес наказание ни один из фигурантов по делу оборонсервиса, в результате которого государству был причинен ущерб как минимум в размере 6 миллиардов рублей. Обвиняемый по этому делу любовница бывшего министра обороны Евгения Васильева ведет роскошную жизнь светской львицы и снимает клипы с собой главной роли. Другой пример – строительство дороги «Адлер-Красная поляна». Протяженностью 48 квадратных километров обошлось в 7,5 миллиардов долларов. Для сравнения, космический полет на Марс, расстояние до которого 55 миллионов километров, обходится в три раза дешевле. Нужно ли говорить о том, что никто из лиц, руководящий этой стройкой, даже не стал фигурантом уголовного дела? В этом зале сидят люди, многие из которых не понаслышке знают, как можно использовать служебное положение власти государственный бюджет для собственного обогащения. Порядка 40 депутатов Госдумы предоставили сведения о том, что у них имеется за рубежом недвижимость и ценные бумаги. Но еще больше тех, кто продолжает скрывать свои счета, активы и зарубежная недвижимость. Шуба-хранилища, виллы и дворцы за рубежом, океанские яхты стоимости десятки и соль миллионов долларов, роскошные автопарки, содержащиеся за государственный счет гаремы. Так живут сегодня российские чиновники и медвежи газкомпании и многие депутаты и сенаторы. Это при том, что в России за чертой бедности живет около 18 миллионов человек, более 15% населения. Причем за прошедший год количество нищих в России выросло почти на 300 тысяч человек. Россиянам сегодня нужен гуманитарный конвой не меньше, чем жителям Донбасса. В России сегодня мрот составляет 5 554 рубля или 116 евро. То есть минимальная зарплата в России на 25% ниже, чем в самой бедной стране Евросоюза – Болгарии. От Португалии, которой когда-то Владимир Путин завещал догнать и перегнать, Россия по этому показателю отстает без малого в 4 раза. Зарплата Игоря Сечина в государственной компании «Роснефти» – 4,5 миллиона рублей в день. Зарплата Алексея Миллера в государственной компании «Газпром» – 2,2 миллиона в день. Зарплата Владимира Якунина в государственной компании «РЖД» – 1,3 миллиона рублей в день. Вдумайтесь в эти цифры. По расчетам социологов, в Москве и Санкт-Петербурге нуждающимся является каждый четвертый житель. В областных центрах – каждый третий, в малых городах – каждый второй, а на селе – почти 65% жителей. Об этом свидетельствуют и данные Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны, согласно которой ежегодно вследствие недоедания от срочки от службы получает 50 тысяч призывников. Преобладающая часть призывников – это жители малых городов и сельской местности. Ничто так не провоцирует социальные конфликты, как чувство неравенства и несправедливости. Учитывая же поднимающие в стране протестную волну, российской власти необходимо идти на меры, сокращающие имущественное неравенство. Пока оно не стало причиной социальных протестов, куда более опасных, чем выступления городского среднего класса, однако для того, чтобы эту ситуацию исправить, не делается ничего. Нам необходимо в самые короткие сроки предпримять решительные меры по исправлению существующих в обществе деформаций. Ратификация 20-й статьи Конвенции ООН о коррупции, а также принятие законов, ужесточающих наказание за казнократство, незаконное обогащение и использование служебного положения является той вакциной, которая спасет Россию от дальнейшего разложения и социального взрыва. На законодательном уровне требуется пересмотреть методики определения размера МРОД. Например, показательный опыт западноевропейских стран, где МРОД привязывают к прожиточному минимуму и к величине средней заработной платы по стране. В развитых странах МРОД составляет 50% и более от средней зарплаты. Если применить эту норму к России, то сегодня МРОД должен составлять 11-20 тысяч рублей. Примерно на этом уровне должно быть и пособие по безработице и различные социальные выплаты, например, по уходу за ребенком. Повышение МРОД в социальных пособиях приведет к общему удорожанию рабочей силы, особенно в регионах. В свою очередь это будет способствовать модернизации экономики. К примеру, такой смысл будет горбиться на металлургических заводах Дерипаски или Махмудова за 20 тысяч рублей в месяц, когда пособие достигнет 15-17 тысяч рублей. Это заставит собственника завода увеличить производительность труда, зарплату одновременно за счет сокращения персонала и автоматизации производства. Сегодня же максимальная величина пособия по безработице еще ниже МРОД и составляет всего 4900 рублей. События на Украине показали опасность пренебрежения интересами своего народа и его благополучием. Я призываю вас проявить ответственность и сделать все от вас зависящее для того, чтобы исправить имеющиеся в российском обществе деформации, преодолеть социальное неравенство и обеспечить достойную жизнь российскому народу. Пока еще не поздно. Спасибо. Спасибо. Что касается последнего, то это запрещено законом. Поэтому я прошу вас, уважаемый Валерий Федорович, сообщить мне точно с фактами, кого из депутатов Государственной Думы вы имели в виду, и я эти сведения передам в нашу депутатскую комиссию по депутатской этике. В случае, если вы это не сделаете, я все-таки попрошу, поручу комиссии по депутатской этике дать оценку этого вашего высказывания, понятно, с позиции депутатской этики. Спасибо. Я прошу информировать депутата Рашкина о моем поручении.